всем привет такой вот сейчас аквариум как видите шапочки ваще огонь да и вообще в принципе все огонь аквариум аквариуму почти год без нескольких дней и вот что самое интересное как-то и я не подумал бы он как будто устоялся сейчас и такую интересную стабильность набрал то есть по росту растений очень интересно ротандифолия green у нее очень классный габитус сейчас нет веток которые листиков которые подкручены или которые немножко прозрачны такие застекленевшие вот вообще очень 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 классное состояние и я ничего особенного не менял в принципе в то или иное время я делал те же самые действия и вот но она сейчас очень прикольно листья у нее прямые сейчас середина дня она такая раскрытая концу дня этого лучше видно когда он закрываться начинает что листья прямые я все гадал с чем связано что и немножко куполообразных изгибает но так и не поняла она сама по себе выпрямилась кубу я подстригал она сейчас вот только-только начинает отходить вот но здесь все принципе хорошо как я и хотел ковер вот боковой стенки до боковой стенки дошел ну и вообще в принципе шикарно без проплешин без всего растет очень хорошо он джуз и лихра не знаю кто конкретно кто это вот тоже растет очень классно шапка сформировалась так интересно каждый раз когда стрижешь думаешь ну все вот она уже шапка как бы есть подстригаешь она потом распушается еще плотнее становится вот ну в общем очень позитивно это все влияет на настроение классно бонсай тоже хорошо идет тут без проблем вот единственно конечно вот ринека подводит ее треугольничек не знаю то ли степлички и нужно подольше хотя обычной степлички она наоборот прет сначала потом как-то немножко притормаживается не знаю что то и может не нравится но неважно тут по водорослям если брать вот сейчас их вообще не видно вот там где-то в гуще вратали есть такие как бы я бы их с органикой связывал но фильтр едет новый посмотрю как это повлияет не повлияет надеюсь повлияет вот а этот угол я треугольничек я наверно другими какими то есть и ринека сейчас не начнет расти побыстрее то я буду ее менять просто блин такая картинка уже сформировалась треугольник не зарастает вот это вот мне не нравится вот все еще интересное по поводу пленки я вот вообще не понимаю что на нее влияет но она опять исчезла я думал ее тогда короче когда у меня гупи сдох и она вернулась я сопоставил что все значит гупи подъедал тут то было вот сейчас до неделя и это опять без пленки но едоков уже нет креветки и и не трогают поэтому как будто аквариум более стабильный стал что ли созрел не знаю может еще что-то я упускаю но это очень прикольно то что можно без химера обойтись и без живности то есть это развязывает руки то есть можно живность какую-то который вообще не имеет отношения к поеданию пленки заводить вот по ухаживанию за аквариумом что могу сказать по газу где-то два пузыря в секунду по удобрениям я прошлом видео говорил хотел по хотел попробовать новый подход и вот сейчас я его применяю может быть конечно вот это еще срабатывает тут только гадать остается то есть я вот кубу сначала ротал и подстриг давал удобрение там как каждый день вот потом подумал надо нет надо когда большую стрижку делаешь надо все-таки уменьшать а и после после этого я кубу подстригал когда я теперь не каждый день давал а через день то есть получается не семь не четыре дня давал вот и может это хорошо срабатывает потому что как бы так еще и так и едоков уменьшается да и излишки может удобрение реально влияет на водоросли или на ту же пленку или еще на что-то ну короче типа бесполезно льешь и может быть еще отрицательно сказывается в общем такой подход а потом что еще из интересного я вчера хотел эксперимент провести у меня давно как-то пару лет назад получалось так сделать я хотел попробовать роталу сделать именно красный и прошлый раз как это у меня получалось получилось это совершенно случайно было вот она в помжи вот сейчас она такая огненно-рыжая но не красная там у меня точно хра была вот это я не знаю может она если это не хра то как бы от нее красноты не добьешься но неважно что я попробую я просто в этот день увеличиваю на два часа то есть вчера на два часа световой период и это по идее должно было сработать так что она как бы как подрумянивает роталу дополнительно и она прям краснеет у меня так было с хра она у меня была желтый но пару лет назад я вот так вот один раз случайно светом не помню как это получилось на два часа пересветил и она мне на следующий день прям стала такой оранжевой оранжевой вот и эту фишку я применял по моему еще один раз не помню я ее прям доводил практически до красного но там нейтральный грунт был там потяжелее конечно доводить ее до красного чем насой или вот здесь попытался но здесь у меня не сработало не получился мне эксперимент но но что заметил никаких позеленений да по ну вообще за один пересвет такое позеленение особенных не случится вот но мне показалось что как-то растение отреагировали получше на такой такое добавление света два часа я подумал ну значит можно попробовать оставить удлинить удлинить световой день меня получалось так что очень был длинный восход пять часов плата и потом очень длинный закат в общем я подумал ладно два часа наверно прибавлять сразу будет многовато добавлю час вот я в общем сейчас час добавил хотя в принципе по росту растений у меня особых особых претензий не было но вот сейчас хочу посмотреть как этот час отразится потому что мне казалось что я в принципе уже предела достиг и дальше уже будет тяжеловато по обрастаниям на стенках но вот сейчас до прибавления получается у меня вообще стенки в концу недели уже не практически не покрывались вот еще один момент интересный аквариум говорю он как будто вот устойчивее стал обрастание в принципе меньше стало той же самой пыли зеленой я подумал окей ладно можно сейчас попробовать добавить засветить и может быть как раз я и роталку немножко под разгоню и бонсай немножко будет плотнее расти потому что мне кажется что плотность у нее была у меня раньше побольше не то чтобы я бы жаловался на ее плотность сейчас но в целом все равно интересно вот повлияет ли час хоть как-то и в принципе ту же ринеку но нету два предположения она тормозится либо из-за того что ее сейчас все-таки атакуют водоросли там есть на ней волосатые всякие короче не знаю что именно там не вьетнамка хрень какая-то вот я знаю что на ринеку по-моему очень сильно влияют любую любые виды водоросли они крайне ну прям очень сильно тормозят может быть это из-за этого и вот с новым фильтром если водоросли будут уходить вот то она пойдет и другой вариант что может быть я действительно света не хватает я не знаю посмотрим вот сейчас добавил может пойдет вот но целом как то так сейчас очень интересно наблюдать за аквариумом вот пытаюсь просто как-то словами передать то что появилось ощущение какой-то лучше более хорошей стабильности у аквариума как будто он действительно то ли я поймал параметры то ли за год как бы вот он созревает и становится таким устойчивым ну в первую очередь я вижу это проталом хотя ротала обычно любят наоборот более более свежий аквариум они не любят заиленность да там этот ритокс там шмидоксы всякие а вот такие вот дела ну ладно вроде все рассказал все что хотел все всем удачи всем пока увидимся